Всем привет! С вами Юра Кураж, и мы продолжаем проходить Дни на Куне. И как вы помните, в прошлый раз мы закончили на том, что нам надо было в камине поискать книгу заклинаний. Но и стоит признаться, что этот эпизод это перезапись. Первый раз у меня не удалось, я просто накосячил в настройках дико, и записалась только центральная часть экрана, маленькая, обрезанная. Я когда это в монтажку затянул, честно говоря, плакал горючими слезами. Поэтому попытка номер два. Вроде в этот раз я всё протестировал, всё должно быть хорошо, понеслась. Что вообще может быть спрятано в таком месте? Книга заклинаний. Что? Книга? Но она бы здесь сгорела. Только не это. Спутнику волшебник никакой огонь нипочём, а иначе что же это за книга заклинаний? Правда? Ага, нашёл. Это книга заклинаний? Это спутник волшебника, источник всех магических знаний. Спутник волшебника? Мы получили предмет спутника волшебника. Как бы в ответ нам на наши слова. Слушай, я сейчас научу тебя пользоваться спутником волшебника. Если тебе захочется почитать его, нажми Y, чтобы открыть главное меню. Спутник волшебник находится в правом нижнем углу. Выбери его, нажав A, и можешь читать спутник волшебника сколько душе угодно. Там, кстати, по сути, игровой мануал. Там перечислены все эти, мы кроме парочки, которые почему-то не перечислены. Я подозреваю, что это какие-то уникальные награды за что-то или спойлеры. Ну и в общем там куча информации по игре довольно-таки красиво сделанной. Когда у тебя появится свободная минутка, пролистай его, ладно? Ты вроде смышленый парень, и я уверен, что ты быстро во всем разберешься. Ну, а чуть не забыл. Первое, что ты должен сделать, взяв в руки спутник волшебника, это принести клятву. Ты должен будешь поклясться, что приложишь все усилия к тому, чтобы быть достойным звания волшебника. Чё ты перепугался? Всё совсем не страшно и очень просто. Тебе всего лишь нужно вписать в книгу своё имя с чистым сердцем и добрыми намерениями. Это даже не обязан писать Оливер. Хочешь, напиши Плакс, Авакс, Гуталин или вообще что угодно. Главное, чтобы с чистым сердцем. Ну давай, впиши в книгу своё имя. Такие вроде как это имя именно профиля, но... Не знаю, никогда не понимал темы переименовывать персонажей в JRPG. Поэтому давайте впишем Оливера, будем надеяться, что всё будет окей. Да. Вы принесли клятву мага, и теперь вам открыта безграничная мудрость спутника-волшебника. Славно, ну что, пора наколдовать нам путь в мой мир, да? Так, посмотрим. Что такое? А у тебя есть палочка? Мы же не можем колдовать без палочки, согласен. Палочка? Откуда у меня взятся палочки? О, это плохо. Ладно, ничего не поделаешь. Придётся поискать снаружи. Что? Снаружи же мы её тоже не найдём. Не занудся тут латкса-вакса. Вакса? Меня зовут Оливер. О-ливер. А, значит, насчёт плакса я не ошибся. А-а-а. Ладненько, пора найти нам волшебную палочку. Хочешь сказать, что она тоже где-то тут спрятана, как книга заклинаний? Ха, думаешь, всё будет так просто? Парень, ты что, смеёшься? За кого ты меня принимаешь? Заходящий склад волшебных аксессуаров? Нет, на этот раз придётся немного постараться. Хорошо, мы собираемся отправиться в мой мир на поиски, в том числе душелова. Почему бы тебе не считать это небольшой разминкой? Вроде поиска птичьих яиц перед тем, как ухватить синицу за хвост. Охотой? Э-э-э, ладно, пожалуй. Ладно, я тебя обманул. Дело в том, что я так и не взял с собой палочку. Взгляни на меня. Я такой милый, потому что маленький, так? Я сумел принести только эту чёртову книгу, парень. Если бы я взял что-то ещё, меня бы расплющило. Значит, дальше даже эльфы лгут? Да ещё как. Мы эльфы, неисправимые лжецы. Ладно, нет смысла плакать над пролитым молоком. Давай найдём замену палочки. Замену? Что может заменить волшебную палочку? Ну, если сможешь найти что-то коричневое и тонкое, вроде палки, возможно, мы сумеем что-нибудь придумать. Э-э, хорошо. Ты уверен, что подойдёт и простая палочка? А ты думаешь, я тебе голову морочу? Ладно, я тебе помогу. За мной, Вакса. Так вот, кроме того, что я нафакетал с настройками, у меня ещё всё дико лагало. Я вообще молочина. А, так. Давайте поговорим с ним. Там, кстати, вот, видите, были ветки, но бабушка всё убрала и говорит, потом Оле, смотри, я убрала все листья и ветки. Как здорово. А? На что это смотришь? Только не говори, что собираешься использовать этот столб в качестве волшебной палочки. Короче, можешь об этом забыть. Он слишком большой. Нам нужна палка или что-то в этом роде, ясно? Пойдём посмотрим вон там. Ладно. Веди нас, веди. Хе-хе. Вот неплохой мотор, да? Может, я себе такой же куплю. Эм, извини. Сейчас не самый подходящий момент. Тут тоже нет ничего похожего на палочку. Давай посмотрим на другой стороне, а? Эм, ладно. Когда обнаружишь что-нибудь, не забудь положить находку в свою сумку. В левом верхнем углу главного меню ты увидишь свою бездонную сумку. В ней находятся все твои предметы, отсортированные по категориям. Удобненько. Для переключения между категориями предметов использую левую и правую кнопки. Сейчас твоя сумка практически пуста, но когда она окажется забита почти полностью, упорядоченность придётся как нельзя кстати. В общем, когда прикарманишь очередную классную штуковину, не забудь повнимательнее рассмотреть её в своей бездонной сумке. Положить находку в мою сумку. Ага. Ну, я так понимаю, тут нас плавно вводят в курс дела, как и что в игре вообще происходит. Так. И чё он? И куда он? А? А? А, стоп. Нам же надо ввести в этот раз. О, смотрите, он задыхается, по-моему. Ну, в смысле, запыхался немножко. Всё без толку. Вокруг нет ничего похожего на палочку. Да, Вакс, ты прав. Значит, стоит разделиться. Расширить зону поскока. Ага. Я пойду ещё раз поищу около твоего дома. А ты оставайся тут и ищи дальше, ладно? Ээээ, хорошо. Так, коричневая и тонкая, коричневая и тонкая. Оливер? Что? О, это ты. не нравится мне призрак девочки кстати то есть никогда не знаешь кто хороший кто плохой вообще я начинаю уже подозревать вот этого эльфа он же сказал что они могут врать может быть он на самом деле злой и попугай этой самой белой колдуньи белый ведьма и ты же та девочка которую я тогда видел да мы уже встречались а откуда ты знаешь кто я мне очень-очень жаль оливер что твоя мама прости я не смогла спасти ее что я не почему ты прощаешь прощения за это я хотела спасти ее правда хотела что и подожди куда ты исчезла ты где почему ты разговариваешь сам собой мистер хнык она опять исчезла что-то странная девочка она уже второй раз пыталась поговорить со мной о чем девочка где ты прав все это очень странно и и вообще нигде не вижу ну конечно не видишь она же прямо растаяла в воздухе как бы то ни было что я хотел кое-что у тебя спросить спросить конечно давай ты не против но знаешь компаньона что компаньона таком но и ответ так он спрашивает он почему бы заодно еще не всадить мне нож в сердце я говорил о себе хотел узнать можно ли мне присоединиться к тебе в твоих приключениях или ты может хотел бы заменить меня на кого-то помоложе и покрасивше но кажется ты дал мне ответ да так вот знаешь если у тебя нет веры в других ты никогда не сможешь узнать чего они на самом деле в стоили а еще взгляни-ка что она была на земле прямо на том месте где стояла та девочка дай-ка суда ого чтобы не провалиться это же палочка правда настоящая палочка подойди поближе и взгляни на нее парень может показаться что это просто старая палка но на нее на синем магический символ видишь и правда ого так пишут в мире ромы все выцвели так что возможно она потеряла часть силы но для нашей текущей цели отлично подойдет шикарно какая удача даже не представляешь оли никогда не думал что мы вообще найдем ее как ты думаешь может эта девочка принесла ее мне ухты и мы получили предмет старая палка одну ножнойION так нужно найти подходящее место чтобы использовать заклинание гейтты contar призвать врата нужно много места шина и чтобы они были величественными нужно пространства гриваешь она правда нужно чтобы они были величественными что это за вопрос magi это нечто особенное и так она священа да нужно использовать заклинание в наиболее подходящих условиях а ты прав новичок в этом да мы же говорим о самых основах прости а теперь отведи меня куда-нибудь где много места наверняка где-то неподалеку есть что-нибудь подходящее может быть городская площадь и так они пошли на городскую площадь тем временем я уже посмотрел боевку ну то есть у нас сейчас такой с вами тут рту таров самый что ни на есть боевка пока я не понял честно говоря нравится она мне или нет она странная уверен что нам стоит делать это минуту не волнуйся парень обычные люди не видят магии понимаешь давай аули призови врата она произвести в произнести заклинание врата и все для этого готова и это открою для предпочитавшего заклинание двери между мирами единственно что символ от этих брат мне почему-то напоминает а годов варе нет такого или я что-то путаю я честно говоря в него много не играл ну ладно давайте пробовать да парень у тебя получается а мы неплохие не ну путешествовать так со стилем брата реально получились добротные вот что что прям триумфально славненько а что там прекрати сейчас же к ноге малыш к ноге говорил тебя они ничего не заметит вот но двинули пакса вакса последний раз говорю я оливер а неплохо получилось для такого плаксы не на 3 очень странно и мы отправляемся в совершенно другой мир эй подожди подожди меня как это твой мир наконец я дома но будь еще предстоит не близкий эй мистер хнык это ведь был довольно круто да что это стадо злосей ты в восторге вы от первой встречи с величественной природой нашего таинственного мира да угу вот это да да ладно а этот откуда взялся что нам делать он не такой как тебе безобидные здоровяки он хочет драться настоящая зверюга давай убежим не воспользуюсь своей палочкой задай ему трёпку скажем убег но кунь ночует соберись он нападает гривопес ну вот мы с вами и в боевом тут или боевой тут не дрей фоли той старый приятель хнык расскажете об основах боя смотрите блин я второй раз в один и тот же момент тыку пальцем в монитор чтобы показать вам и сейчас держу руку вот по центру короче иконка этого хныка но разве это не прелесть для начала взгляни на эту зеленую шкалу она отображать твои очки здоровья чем больше у тебя за тем лучше ты себя чувствуешь но если шкала опусте это потеряешь сознание видишь под ней синю шкалу это твои очки маны сечешь по поводу магии пока не переживай сначала поговорим о зверушках а самая разная информация о них отображается вот здесь справа полезная штука да красная шкала отображает а за зверушки сделай так чтобы она опустела и ты победишь а вот эти облачка с текстом приказы которые ты можешь отдавать бою но да хватит уже болтать попусту попробуй к врезать этой дворе палкой используя триггеры чтобы выбрать атаку подтвердил нажав а и готова ланик сейчас комод достанется на орехи нам-то не достанется точно а странная боевка и я не понимаю будем ли мы контролировать больше персонажи потому что вроде как мы цель выбираем то есть противников явно может быть больше одного наверное я надеюсь а вот как союзниками я не знаю но надеюсь что у нас будет как это мини-пати но при этом никак допустим в последних файнал фэнтези когда нифига не понятно все на авто атаках и как ну точнее на авто атаках а на скриптах как это дичь происходит ладно славно я даже сказал есть так говорят когда ты находишь врага слабое место или блокируешь мощную атаку о ты взгляни-ка а зверушка что-то бронила ты уж подбери а и а черт возьми иди подумал можем тоже прокручивать это называется огонь уколи враги хранят во время сражения зеленые огоньки как тот что ты сейчас подобрал восполняет твои очки здоровья а синий восполняет очки маны по цвету твоей шкал ясно славно а да еще запасы за его им можно увеличить с помощью заклинания разных предметов но на этот счет придется поверить мне на слово так как у тебя сейчас ничего из этого нет отличненько хватит уже была боль теперь я пробу на практике все чему я тебя тут учил дай парень покажи им ну давайте им покажем ухты ухты вот вот она внезапно при у прерывается но мы можем подлечиться хотя всего лишь на единичку нас нам дали 4 опыта вот чем за что я люблю g rpg первые уровни они такие просто пролетают в лед но и тебя еще сильно за руку ведут то есть том же по фендере там конечно хардкоры надо сразу разбираться ура вот славненько молодец оли вот это да да я забыл упомянуть что наш мир полно разного зверя но если продолжишь том же духе тебя не о чем беспокоиться ладно пора идти дальше да да мистер хнык ну куда мы направляемся но для начала нам надо раздобыть тебя палочку но у меня уже есть палочка ты шут что в этой штуке столько же магии сколько в капустной кочерыжке тебе может удалось призвать фарта с ее помощью на чем-то больше можешь забыть честно говоря хотелось бы чтобы ты думал перед тем как что-то сказать прости так вот я же говорил что каталония прямо вот там да если повезет мы сможем найти там палочку получше значит палочки это здесь большая редкость но были времена когда ты и шаг ступить не мог чтобы на одну из них не наткнулся но после того как объявился шадар использование магии пошло на спад он запретил ее использовать понимаешь проклинал любого кто пытался он так сильно всех напугал что они просто смирились значит он довольно страшный а как ты думаешь он ведь превратил меня в тупую игрушку одного его имени уже достаточно для того чтобы большинство наложило в штаны тем не менее я лучше буду игрушкой чем позволю ему ковыряться моем сердце никто не хочет становиться опустошенным опустошенным это как грустным хуже гораздо хуже это когда он опустошает счет сердца после чего бедняги даже не знают жива не или мертвы так жить нельзя парень так вот почему они все такого боятся да нельзя позволить ему продолжать делать это вопрос позволять ему продолжать или нет даже не стоит люди вообще-то не в восторге от всего этого именно поэтому я тебя и привел сюда возможно именно ты сможешь остановить его понимаешь ты правда думаешь что я смогу конечно сможешь ты же чистосердечный а легенды гласят что чистосердечный сумеет изгнать тьму мы быстро обучим тебя нескольким классным заклинанием после чего ты будешь готов стричь с врагом чё думаешь да я согласен я буду изучать магию конечно будешь именно поэтому нам нужно найти тебя новую палочку отлично отправляемся в каталанин славненько это прекрасно вернули как приятно вернуться домой наш мир буквально кишит монстрами если монстр заметит тебя над его головой появится крупный значок восклицательного знака он бросится в атаку когда монстр окажется от тебя на расстоянии вытянуть руки тебе придется драться если бою тебя кончат очки здоровья ты потеряешь сознание так что будь внимательнее а кстати вот неплохой трюк если ты незаметно подкрадешься к монстру сзади ты сможешь нанести удар первым это даст немалое преимущество правда проблема в том что наоборот это тоже работает если монстр подкрадется к тебе то сможет ударить тебя первым так то вода держи просто небольшой сувенир считай что это подарок от лорда верховного повелителя эльфов при белых хлеба вот в других играх когда тебя что-то дарит лорд верховный повелитель эльф это обычно какой-то эпический мега обалденный клинок или что-то такое а он нам дал три буханки какой-то ну не очень богатый лорд эльфов спасибо но что мне с этим делать если села на исходе пожу один из них и тогда сразу придешь в норму но ли волшебнику нужен не только хлеб ему нужна настоящая волшебная палочка а это узловатая штуковина в твоей руке меня просто убивает видишь огромный замок севера отсюда там находится каталанья думаю там мы найдем палочку ну что идем ладно а тут что-то смотрите-ка светится и я думаю что будет неплохо это что-то собрать и мы получили крепильник чтобы это не было у на нас сразу нападают причем судя по всему у нас заодно мелкоптах прекрасное название вообще русский перевод всяческих существ я о фига себе я просто терпеть не могу за вот как раз то что он как-то сразу для меня все погружение в игру разрушает у поэтому ну допустим фэнтези я на русском уже так не могу особо воспринимать я стараюсь его тоже на английском читать хотя читать у меня времени в последнее время плата а не будем о грустном о а смотрите-ка 2 штукенция просто взяла и пропала сделал нам такое небольшое одолжение а так а я на всякий пожарный все же сохранить потому что не знаю игра у меня еще не вылетала но всегда все бывает первый раз а еще меня немножко вопрошает почему новые сейвы ну как бы последний сейв будет первым по номеру это как странно ладно ой ой я забыл рассказать тебя о чем о чем мистер хнык в моем мире ты можешь использовать правый триггер чтобы сменить точку обзора точнее не триггера вот эту штучку если управление кажется неудобным перейди в раздел настройки в главном меню и поиграясь с ними даже можешь включать и отключать вибрацию лично я бы не стал и отключать какая же обратная связь без вибрации довольно я знаю что все это не просто переварить но я уверен ты привыкнешь да наверное окей мы продолжаем наш героический путь кота ланя причем кото прям смотрите у них ушки кошачьи и рыба до меня только сейчас дошло похоже на классический случай опустошенности опустошенности ты имеешь ввиду то о чем рассказывал именно опустошенные те еще сердце опустошили оставили без добродетели бедняги просто перестают быть собой начинают вести себя странно и толку от них никакого значит его сердце опустошил потише ладно шадр да если кто-то попытается противостоять ему или просто делает что-то что ему не нравится он опустошает сердце бедолаги чтобы тот не мог сопротивляться вот это да но если он так и останется в этом состоянии мы не сможем попасть каталанию так почему бы те не исцелить воля пора те исцелить первого опустошенного исцелить но как это сделать но так сразу это не получится сначала нужно раздобыть парочку вещей но я знаю одного старикана у которого есть то что нам нужно не видишь как много от меня пользы да старикана какого старикана что значит какого старикана того самого старикана который живет в лесу к северу отсюда настоящем дремучем лесу где очень темно ясно потому его и называют дремучий темный лес звучит логично но тем временем давайте мы с вами тут осмотрим сможет я в прошлый раз от не сделал вдруг вам кто-нибудь креста ой-ой надеюсь они скоро нас пустят мне нужно купить ингредиенты для любимого блюда моего мужа мама мне нужно туалет это просто безобразие и здесь уже несколько часов жду когда они начнут пускать людей интересно почему они никого не вкус не впускают они должны нас пустить если основа опоздаю мама сойдет с ума как я голос хорошо подобрал клянусь он та девочка постоянно смотрит на меня надеюсь нас тут еще поддержат похоже мы надолго тут застряли все это здесь творится они не имеют права заставлять нас ждать а что-то скажешь котич опля раз-два раз-два хочешь попасть город боюсь сейчас от невозможно дело моем сослуживце это он отвечает за то чтобы пускать людей в город но в последнее время он отказывается от делать говорит что ему лень прекрасный сослуживец он даже ничего не говорит он просто открывает рот и ему лень да ну все мы бывали в таком состоянии нам надо отправиться в дремучий лес счастью карта нам подсказывает где он все же от ним если бы это было дивинити оригинал сен нам бы сказали что-то типа ну вот те мир и как будучи и да я начинаю присматриваться где винти оригинал сену таки поскольку вы регулярно его просите хотя на мой взгляд на ютюбе ну хватает довольно таки хороших прохождений этой игру я особо не смотрю чтобы не спойлериться потому что ну уж конечно интереснее не знаю о чем там что проходить это мы заберем 0 нас подлечила на 0 спасибо но вполне возможно что мы уже получили с вами ловло а в лучших традициях g rpg у нас лечь и у оли повысились очки здоровья маны защита атака магическая атака ну короче все повысилась я просто перечислил вам характеристики какие есть можете посмотреть а вопрос будут ли тут какие-то скиллы какие-то трейты и вопрос что вообще по магии когда нам хоть какое-нибудь заклинание дадут то есть это меня сейчас у нас выбора с вами нет мы можем только тыкать палочкой и и на этом к сожалению все этот мелко птах кстати может неплохо нас так этим ветром долбануть поэтому его стоит прибить очень быстро да все вот от неплохо такие схватки конечно не самые показательные но зато мы хотя бы видим врагов в мире и можем как-то ну то есть если нам надо покачаться мы можем пойти на врага если не надо мы можем не идти на врага некоторые g rpg такого не дает ты просто ходишь и наслаждаешься рэндом-энкаунтерами да да я про тебя октапаз и x ой это промахнулась эта штука промахнул слушать от них нам можно уворачиваться да прекрасно не всегда стоит на них бежать а вот эту штуку мы сейчас удивим давай 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 отлично и поэтому нас с вами будет вполне себе бесплатно пощечина хотя она будет со спины вода а птицы приходится это все переносить счастью общество по защите прав животных нас не видит но а есть какое общество по защите прав фэнтезийных животных ладно здесь видите вокруг всякие ништячки чет сверкает чего-то парит но мы наверно с вами прямиком пройдем вот в это место я оглянулся посмотреть на время и понимаю что мы с вами встанем на входе и на этом будем прощаться поэтому спасибо андрею фиолетову максиму ваваеву моих ему и звук лики за то что они продолжают поддерживать наш канал на огромное спасибо всем вам ребят мне очень приятно что вы приходите смотрите эти прохождения ну и если она вам нравится приходите завтра будет уже следующий эпизод а пока на этом все всем удачи счастливого пока пока до встречи а